Привет, друзья! У нас сегодня приятный, незапланированный, но мне кажется, очень приятный, я уже так сказала, два раза приятный. Всем привет! Прекрасный эфир. Если вы сейчас заняты своими делами, продолжайте заниматься, смотрите в записи. Если вы также рады нас видеть без анонса, то, конечно, присоединяйтесь, будет интересный разговор. Помашите ручкой, поставьте лайк. Сегодня будем говорить о очень интересной теме. Сегодня у нас есть акция Клана Кутнукова, агент Старых Диалог, лучший специалист по продвижению дизайнеров, по задаванию вопросов по теме. Спасибо! А приехала я в гости к самому системному, самому бизнесовому и самому умеющему удаленно работать в этот непростой период самоизоляции и всегда, Станиславу Орехову и автору книги, автору школы дизайна. И сегодня мы как раз об этом будем говорить, потому что, мне кажется, Стас, мы с тобой уже проговорили на все темы до самоизоляции. Про делегирование, про удаленную работу с командой, про поиск клиентов, про антикризис, про все. Говорили, я сегодня приехала к тебе, нарушив режим самоизоляции. Он уже кончился. Не нарушив, я не знаю, режим самоизоляции. Я приехала, знаешь, о чем с тобой поговорить? О личном бренде. Окей, интересная тема, полезная, нужная, важная. Человек, личный бренд у нас, Станислав Орехов. И хотелось бы за ближайший час поговорить про инструменты, как раз создание этого личного бренда, потому что сейчас из всех, мне кажется, дыр, из всех щелей говорят, создай свой личный бренд, создай свой личный бренд. Вот ты человек-бренд. И я хочу у тебя сегодня поспрашивать. А ты знаешь, что бренд это как тебя воспринимают именно? Абсолютно. Вот, поэтому вот вопрос, как воспринимаешь. Я могу про тебя сказать, то есть, как я тебя воспринимаю. Я тоже имею в виду, что человек-бренд. Мне кажется, да, то есть, именно человек-бренд. То есть, у нас есть, ну, давай сначала базовые какие-то вещи. У нас есть понятие продукта, то есть, у каждого компании, у каждого человека есть что-то, что покупают, что он продает, что является его ключевой, как бы, ну, важной вещью, которую ему платят другие люди. Это самое главное. Есть вторая тема, это компания. Что такое компания, это как сервис. То есть, как ты это делаешь, какие у тебя там есть услуги, условия и так далее. И третье, это почему покупать именно у тебя, а не у соседа. Это то, что касается тебя лично. То есть, может быть, не знаю, как ты выглядишь, как ты одеваешься, твой голос. Позиционируя. Твои личные вообще какие-то человеческие качества. Вот в комбинации вот этих трех вещей мы как раз находим тему, которая позволяет нам продавать дороже, да, либо продавать нашим клиентам с ними взаимодействовать. Ну, давай начнем сначала. Когда ты начал заниматься дизайном интерьеров, ты был один, потом твоя студия стала расширяться. Да, ты взял ребят на удаленку, открыл офисы. Но, тем не менее, твоя студия, как была студией Станислава Орехова, так и осталась. Не было ли желания создать какой-нибудь ООО «Ромашка» и продвигать вот именно как компанию? В какой-то момент понял, что нет, моя студия будет именем меня. И почему ты принял такое решение? Ну, хороший вопрос. Во-первых, сразу понял, что нужно именно свое имя давать, потому что, ну, и для меня это не проект какой-то, то, чем я занимаюсь, да, потому что деньги можно зарабатывать разными способами. Для меня это образ жизни и, ну, как бы, назначение, можно так сказать, да, как бы громко это не звучало. То есть я понимаю, что все, что я делаю, оно крутится вокруг моего имени, ну, и, соответственно, почему бы не отвечать за качество, так как я отвечаю в любом случае за качество, вот, как бы я и назвался. Это, сначала это было не очевидно, а интуитивно сделано. Сейчас, если бы я что-то начинал, я бы точно свое имя ставил, потому что люди покупают у людей. И почему личный бренд сейчас работает, там, почему, как ты говоришь, из всех щелей сейчас это идет? Потому что очень перегруженность информации очень большая сейчас. Вот, соответственно, чтобы промониторить какую-то компанию, нужно углубляться в какие-то технические детали, да, что не всегда хочется, ну, потому что это ресурсоемка, и это будет затратно для мозга. А человек, ты видишь, ты видишь, вроде он в целом нормальный, да, либо он обманщик, ты видишь интуитивно считываешь. Вот, поэтому, вот, из-за того, что ты интуитивно можешь считать, и если ты нормальный и хороший человек в целом, да, то, скорее всего, у тебя и продукт хороший. Поэтому ты можешь презентовать себя, рассказывать о себе, и у людей создаётся впечатление, что и то, что ты делаешь, тоже хорошо. Тоже хорошо, да. Ну, как бы, поэтому лучше всего позиционировать себя, там, не знаю, свою, там, может быть, личную жизнь, свои путешествия, свои отношения к разным обстоятельствам в мире вообще, ну, в жизни повседневной. В том числе даже можно рассказывать, как ты плов готовишь, например, да, или любую степень. И это тоже часть позиции. Ну, главное, а, ну, это сейчас следующий будет вопрос, чтобы грань вот эту не пересечь, да, чтобы совсем не уйти куда-то, в показ своей личной жизни и показывать всё это наизнанку, да, и куда-то углубляться. Вот у тебя это, кстати, очень интересно. Есть эта грань, чуть попозже сейчас поговорим про инструменты. Я слышала такое мнение, что если ты хочешь масштабироваться и хочешь много компаний, может быть, какую-то дилерскую сеть или франшизу, например, то именно личный бренд здесь не очень хорошо будет работать, потому что ты будешь своей репутацией, о том, что ты сейчас говоришь, будешь рисковать. Так это или нет? В целом, да, так, если ты хочешь построить франшизу и, ну, допустим, франшизу студии дизайна, да, тяжело достаточно её, то есть сделать-то можно, как технологию передать, естественно, но у тебя возникнет вопрос, что, допустим, продал свою идею и свою компанию, и свое портфолио кому-то, и там начали косячить. И придут не туда, а придут к тебе, и будет страдать твоя репутация. Конечно, да, это минусы. Ну, то есть, условно говоря, если я приду к тебе и скажу, что я хочу открыть студию Станислава Орехова там в другой стране, ну, это будет не очень хорошо, потому что будешь смотреть. Но, может быть, подожди, а может быть, есть какие-то... Есть. Да, давай. Рецепт, что делать? Что делать? Чтобы мне открыться по франшизе нормально, мне нужно построить систему контроля людей, которым я продаю. Я не должен продавать кому попало, то есть у нас должны быть изначально построены, как бы, такие понятийные отношения, что я, во-первых, могу, как бы, снять франшизу, да, во-вторых, я должен быть уверен, что человек, которому я продаю, он, ну, не сольется, он сделает. Это достаточно тяжело, то есть само построение вот этой системы, это сложный организационный процесс, которым надо заниматься, ну, очень серьезно. Вот. В этом плане, ну, мне, допустим, проще, не знаю, какое-то дополнительное подразделение открыть, ну, например, по строительству, либо там вот книгу выпускать, либо еще что-то, нежели отвечать за других людей. Вообще, в целом, ну, как бы для меня, для кого-то это может быть просто, то есть для меня отвечать за других людей, ну, то есть когда ты выстраиваешь систему и контролируешь их, оно, как бы, ну, не является приоритетом. Для меня интереснее составить систему, которая, как бы, сама работает, в которой люди сами делают. Вот. Поэтому, что касается лично меня, то есть меня франшиза не сильно привлекает. Не потому что там можно денег заработать, но быстро так же и, значит, их спустить. Их не потерять. Либо нужно очень глубоко туда погружаться, чего я не хочу, потому что у меня другие жизненные интересы, но это лично у меня. А в целом, кому это интересно, могут делать. Да, то есть получается, что если вот мы говорим про бренд Станислава Орехова, что это такой зонтичный бренд, у которого есть студия дизайна, школа дизайна, книга, что еще, какие еще инструменты, давай вот пошагово пойдем, когда все, ты создал свою студию, студию именно себя, дальше пришло время открывать школу. И школа, помимо того, что это дополнительный доход, помимо того, что это дополнительное обучение собственных же сотрудников, да, в том числе, это какое-то развитие, но это в то же время и узнаваемость. И в учебниках по маркетингу пишут, что школа, и книга, и еще кое-что, это неотъемлемый инструмент именно в создании личного бренда. Вот расскажи, пожалуйста, про обучение. И знаешь что, я даже хочу тебя спросить не про обучение с точки зрения того, что давайте все сейчас откроем школу, а наоборот, кому не нужно ее открывать, вот так вот. Ну, так, с чего начать? Вообще, как пришла идея именно открыть своей школы, которая действительно у тебя сейчас одна из самых успешных? Ну, по созданию школы у нас была такая тема, что реально нужно было передать технологию. То есть я умел делать технологичную визуализацию, мне нужно было, чтобы успевать быстро делать большие дома. Мы делали большие дома, премиум-сегменты, и там полторы тысячи метров, и нужно сделать его, допустим, за месяц. Ты не можешь его самостоятельно, физически сделать, ну, никак. А другие люди, которым ты передаешь, они либо делали медленно, либо приходилось переделывать. И у нас работало пять человек в команде, ну, мы в офисе сидели, и я думаю, почему у меня быстро получается, а у ребят не быстро. Они же, ну, как бы не хуже, они даже более толковые, чем я в каком-то вопросе, там, в технических вещах. Вот, им, по сути, не хватало некой системы. Вот, соответственно, систему я, там, за два дня им передал, и вдруг она раз, получилось. То есть у них получилось делать лучше после моего обучения, чем... По твоей технологии. Да, чем мне самому. Я подумал, ой, ничего себе, прикольно. И так сошлось, что тогда вот не было никаких курсов, ну, это давно было, в 2009 году, и зарубежные там клиенты я выкладывал на форум, и они спрашивали, а можешь сделать, пожалуйста, передать на технологию? Я думаю, ну, почему нет? Описал ее, как бы, эту технологию, стал передавать. Вот, и получилось, что так случайно открылось как отдельное направление. Ну, потом я уже стал его делать как более... Профессионально. Профессионально, да, как школу. То есть я увидел, что там есть и интерес, и деньги, и это, как бы, приносит дополнительно людей. У нас потом индусы работали, кстати, в нашей компании. С китайцами мы работали. С пакистанцами у нас. Международная команда. Да, да, да. И когда доллар был, как бы, нормальный, ну, то есть, там, по 25, по 30 рублей, это было очень выгодно. То есть сейчас, конечно, иностранцев нанимать не получится, наоборот, сейчас нас себя нанимают, и это, кстати, тоже большой плюс. То есть, например, там, российских компаний уже сейчас нанимают, там, в Европу, США заказывают, потому что у нас дешевле все это дело. Сейчас ты расскажешь про свой проект в США. Да, окей. А тогда это получалось, что, наоборот, ну, как бы, из-за разницы валют. То есть, всему свое время, да, то есть, совпало время, совпала, ну, как бы, тема, совпало то, что ничего не было, ну, такого, и, ну, вот у нас очень хорошо строили. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что ты же не старался прямо вот такой, так, значит, пришло время, я два года уже работаю, пошел открывать школу. То есть, это все равно передача навыков. Если ты понимаешь, что ты уже чего-то умеешь, и у тебя есть команда, которую ты готов научить, то да, это следующий шаг, но если хочешь, начни это передавать в широкие массы. А вот что бы ты посоветовал сейчас людям, которые думают, что школа, дизайн, это так легко, просто, и деньги сыпятся нам с неба золотыми слитками, это все-таки работа. С какими сложностями ты столкнулся в рамках развития своей школы? Так, окей, с какими сложностями? У меня не было технологий, как ее развивать. То есть, сейчас есть технологии, то есть, сейчас понятно вообще все, что нужно делать. Сейчас проблема переизбытка. То есть, когда я начинал, не было вообще никого на рынке, то есть, много лет, и благодаря этому, то есть, ты являлся, по сути, лидером на волне, и ты можешь собирать достаточно много денег. Сейчас за каждый рубль надо бороться, если у тебя нет личного бренда, когда ты можешь продавать дороги. То есть, у нас курсы, как бы, стоят достаточно дорого, ну, то есть, по рынку. Но дорого они стоят, ну, как бы, в рублях, но по факту, так как я веду, то есть, я не нанимаю кураторов, у меня хорошая программа, то есть, я лично даю обратную связь. То есть, ну, централизованно это очень, и помимо самой технологии, я даю еще много там по бизнесу, по еще всему. То есть, как бы, по сути, это уникальный продукт. Вот. Если делать, ну, с нуля, тут нужно понимать, что кто это делает, то есть, этот человек должен быть, ну, у него должен быть колоссальный опыт, да, чтобы продавать дорого. Потому что, если ты будешь дешево продавать, ну, то есть, сейчас люди продают, там, не знаю, по 10 тысяч, по 5 тысяч, по 3 тысячи, чуть ли не бесплатно, приходи на наши курсы, мы тебя научим. То есть, это все хорошо, здорово, но денег там нет. То есть, как ты там заработаешь денег, ну, то есть, я пока не очень понимаю. Вот. Может быть, конечно, как-то можно, но, как бы, это тяжелее, сложнее, там, нежели у тебя продукт оружия. Поэтому, как бы, ключевое надо понять, ну, следующее, что создание школы – это бизнес. Если ты рассматриваешь это как бизнес, то это такой же бизнес, там, как дизайн интерьера, как ремонт, как и все остальное. У тебя есть процесс производства, у тебя есть процесс, там, доставки материала, у тебя есть процесс, там, ведения, у тебя есть процесс рекламы, как ты будешь давать за счет личного бренда, либо за счет рекламы. У тебя есть процесс, там, ну, как бы, создания вебинаров, создания продукта. Это такая работа, и когда ты все это сделал, ты оказываешься в среде, в котором еще 20 тысяч человек делают то же самое. И клиент пока не купит, он не понимает, кто хороший, кто плохой, у кого брать. Если у тебя нет шлейфа, бэкграунда, некого… Известности. Тебе будет просто тяжело, ты будешь на копейке пытаться выжить. Клуб какой будешь создавать по 1000-2000 рублей, и будешь кучу сил и времени вкладывать, а выхлоп будет минимальный. У меня есть такие знакомые, кто пытается создавать уже год, и надо понимать, что чтобы продавать на вебинарах даже или просто продавать, это как бы навык. Чтобы ввести этот навык, чтобы передать системную информацию, это навык методолога и так далее. То есть очень-очень таких вещей много. Поэтому начинать можно и нужно, если у тебя есть авторская методика, если ты умеешь, хочешь, готов, но нужно понимать, что это не как-то рассказывать на продающих вебинарах, что типа сиди под пальмами и вот деньги сами идут, это не бывает. То есть это очень наивно так полагать, это большая работа, ее можно делать, если это твое призвание. То есть у меня, допустим, есть талант передачи информации. То есть это реально, это объективно. Я это понимаю. У меня там нет таланта, например, в спорте в каком-нибудь, но вот в этом я хороший. Поэтому мне это нормально развивать. Угу. Хорошо. Со школой понятно. Идем дальше. Когда уже ты понял, что все-таки растет конкуренция, Потому что ты был лидером в этом. Ну, действительно, у тебя была первая онлайн-школа по дизайну. Стала конкуренция, стали молодые какие-то появляться и так далее. В какой момент ты понял, что нужно сделать что-то еще, что тебе недостаточно? Хорошо работающей студии и хорошо работающей школы. Когда пошел там выступление, когда книга появилась? То есть какие следующие ты шаги сделал и почему? Ну, слушай, выступление они в самом начале прошли. Выступление это вообще вопрос личного развития. То есть помимо, чтобы это все работало, там, школа и студия, тебе нужно расти лично, ну, как профессионал. И у тебя есть некие навыки, которые тебе нужно развивать. Это навык копирайтинга, это должно быть у каждого профессионала. Школа копирайтинга, это когда ты можешь простыми словами выяснить, ну, мысль какую-то донеси. Донеси до людей. Человеку, да, не расплывчато, а конкретно, что ты хочешь сказать за, там, 3 секунды. Второй момент выступления, да, когда ты выходишь на сцену, это дает колоссальный тебе прирост к личной, ну, как бы вот это вот, к харизме и эффективности, да, личное восприятие тебя другими людьми. Потому что ты человек на сцене, ты рассказываешь что-то умное, полезное, интересное. Кто на сцене, тот и прав. Точно так. И у тебя, получается, все это в комбинации, да, два этих навыка, они тебе дают просто повышение чека. То есть ты можешь продавать, ну, почему у одних людей не покупают, там, за 1000 рублей, а у других за 100 тысяч покупают. То же самое. Да, казалось бы, то же самое. Это не потому, что там продукты разные или еще что-то, а потому что, как бы, есть понимание, что вот с этим человеком я добьюсь результата, там, с этой командой. А там непонятно. То есть ты, как бы, тратишь не только деньги, ты еще время тратишь, куда ты инвестируешь это все. Вот. И это все, как бы, когда ты рассказываешь и показываешь, когда ты пишешь текст, пишешь книгу, пишешь, рассказываешь выступление, у тебя есть понимание, что, вернее, у твоей аудитории есть понимание, что ты вроде нормальный. А именно, что должно быть? Должно быть удержание внимания, да, чтобы было прикольно, интересно. И второе – это доверие. Доверие в систему. Вот. Поэтому мы начали выступление очень давно, там, в 2010 году мы сделали первый дизайн-конференцию. Ну, и потом мы выступали, там, на твоих мероприятиях много выступал. То есть, ну, как бы, прикольно, интересно. Нарабатываешь опыт просто. Ну, и эфиров таких тоже много делали. Что еще? Когда ты понял, что, в принципе, нужно выступление – это все хорошо, но нужно еще развиваться в каких-то смежных областях. Ну, например, в частности, я знаю, что ты сейчас очень много работаешь с бизнесменами, что ты даже даешь консультации по бизнесу. То есть, ты уже из дизайна интерьеров пошел в другие какие-то ниши. Вот в какой момент ты можешь понять, что пришло время, ну, немного сменить вектор развития? Или это само собой пришло, или это было полонамерно? Не, не само собой. Да, это осознанное решение было вполне такое. Я был, то есть, я всегда тоже сам учусь, стараюсь, ну, не только учу, да, я очень-очень много знаю ребят успешных очень в разных темах абсолютно. Вот. Кто по продажам, кто там по продвижению, кто по привлечению клиентов. Ну, в общем, каждый в своей теме. Вот. Я им помогаю там в систематизации, в каких-то таких вопросах. Они мне тоже дают советы, рекомендации. Вот. И у нас как-то было как раз такое мероприятие, да, где там все делились какими-то навыками, опытами. И я тогда, как бы, всех послушал, как на конференции, и смекнул, что очень важно, ну, то есть, вообще, зачем люди идут, например, в дизайн? То есть, они идут ради того, чтобы, ну, зарабатывать деньги любимым делом. И, ну, вот это два ключевых вещи. То есть, первое – зарабатывать деньги, второе – любимым делом. И есть некий путь, да, по которым ты можешь пройти, когда ты ничего не знаешь, потом ты начинаешь зарабатывать 50 тысяч, потом 150, 300, 500, ну, и до миллиона доходишь примерно, да, вот миллион – это такой вот условный критерий. И я подумал, как этот путь прописать. Этот путь, на самом деле, он связан не с тем, что ты лучший дизайнер или лучший продавец или еще кто-то, а в том, что ты растишь свои навыки. И если у тебя навыки подготовки твои личные есть, то тебе никакой кризис не страшен. Потому что ты можешь переупаковать в любую тему, то есть, ты можешь находить каждый раз выгодные темы, и благодаря своему уму и своего навыков ты можешь их перестроить до позиции бизнеса. То есть, можно генерить бизнес и буквально выводить, и говорить, вот у тебя какая ситуация? Как в твоей теме продавать дороже? Как йогу продавать дороже? Как продавать дороже любую тему? Чаще всего это просто смена фокуса. И есть тоже некие навыки, которые позволяют это делать. Вот у меня они есть, соответственно, я могу любую тему взять и посмотреть на нее с другой стороны, и человек сможет внедрить это и зарабатывать больше. То есть, когда я понял, что такая штука тоже есть, я ее внедрил в нашу тему по дизайну, и в книгу тоже мы внедрили в эту тему, эту историю, как больше зарабатывать. И в целом можно оказывать консультации другим бизнесом. То есть, любой бизнес можно взять и разобрать. Я сейчас тоже, с своей стороны, как раз в период самоизоляции много слушаю вебинаров интересных людей по бизнесу. И, наверное, одна из самых известных у нас тренеров по продажам, Катя Уколова, как раз сказала такую фразу, говорит, ребят, вот человек, который умеет зарабатывать, потому что все пишут, кризис, все самоизоляция, мы остались без денег, все плохо. И он говорит, ребят, если вы умеете зарабатывать, вы найдете, как заработать. Я, говорит, перед тем, как самоизоляция началась, пятью смс-ками заработала шесть миллионов, по-моему, даже не рублей, потому что стала перепродавать те услуги, которые, не услуги, она стала перепродавать сетям торговым, типа там пятерочка, ну, X5 ритейл-группы и так далее, брендированные маски. Просто она позвонила, там, условно говоря, тебе говоришь, Стас, маски делаешь? Делаю. Забрендировать сможешь? Смогу. Позвонила в X5 и говорит, ребят, будете брать, будете. Все, человек просто на своих знаниях, умениях и навыках сделать себе хорошую кассу. И вот я как раз это к чему? К тому, что мы с тобой тоже обсуждали, помнишь, когда только началась самоизоляция, про поставщиков. Как поставщики, вперед того, как закрыты у них шоу-румы, могут заработать? Ты говоришь, так как, как? Возьмите, да сделайте комплексный продукт. Возьмите, да обзвоните свою базу и узнайте, что им еще нужно. Поэтому это очень правильно. Я надеюсь, что те, кто нас смотрит сейчас, сделают для себя какие-то выводы. Так, хорошо, идем дальше. Идем к книге, к твоей любимой книге. Давай. Потому что книга – это тоже инструмент создания личного бренда. Сейчас достаточно мало, и можно по пальцам одной руки пересчитать авторов книг в дизайне интерьеров, с точки зрения бизнеса можно насчитать три. Это Наташа Митина, Кирилл Горский и ты. Больше этих книг пока еще никто не выпустил. Ну, соответственно, Наташа там это уже было достаточно давно. Причем эти книги уступают по размеру в несколько раз твоей. В какой момент, я, кстати, помню, знаешь, что я еще так много говорю, так рад тебя, что много говорю. Нет, отлично. Я помню, летим мы с тобой в Хабаровск на выступление, ну да, где-то года два назад. Лететь нам восемь часов, у меня садится ноутбук, я все начинаю засыпать, а ты сидишь и все восемь часов в самолете что-то печатаешь. Я говорю, Стас, а что ты печатаешь? Ты говоришь, у меня сейчас каждая минута на счету, я пишу книгу. И вот, конечно, я все это помню, что и обратно мы летели, я смотрела фильмы и там еще, и все, и перелет очень тяжело, а ты все писал эту книгу. Вопрос. Расскажи про этап написания этой книги, в какой момент ты понял, что ее нужно писать, и вообще, ты ее писал ради того, чтобы написать, или все-таки ты писал ее ради того, чтобы продавать и создавать личный бренд? Слушай, ну, у книги много, на самом деле. Давай ее возьмем, покажем. У книги много полезных действий, да, первое это, ну, вот у тебя есть некая тема, у меня тема это комплектация, да, которую я, в принципе, описал в 2014 году на Мосбилде, вот первая наша история была, когда мы ее описали, и как бы, ну, если есть технология, если там ты ее автор, если у тебя есть как бы полностью прописанная история, да, почему бы ее не показать. У нас был курс по этой теме, два было курса, там проходило сотни человек дизайнеров, она опробована другими дизайнерами, то есть это основано не на каким-то моих вымыслах, да, а на, ну, реальных историях. Вот, потом у нас была тема для поставщиков, потому что мне постоянно звонят, то есть это боль, да, это возникло из боли, что поставщики звонят и вот мучаются бедняжки, не знают, как продавать дизайнерам. Я говорю, ребята, вот в книге будет написано, значит, кто такие дизайнеры, как им продавать, что делать, и пусть это будет уже, вот оно лежит, ты, никто, в общем, не может сказать, что, типа, мы не знаем, как надо, вот те книги, пожалуйста, возьми, используй, вот абсолютно вся механика и вся технология. Вот, то есть, как бы эта тема писалась немножко вопреки, то есть, ну, словно, хотелось выдать, да, вот эту тему. И вот она сейчас есть, она сделана продукцией. Сколько времени ты ее писал? Писали мы где-то год, то есть достаточно сложное мероприятие, то есть сначала я ее делал для поставщиков, я не думал, что она будет для дизайнеров, вот, но потом понял, что поставщиках как бы сильно это не нужно, они как бы хотят продавать, но не хотят продавать в итоге. Как ни странно, да, то есть люди как бы хотят… Но по старинке они хотят продавать. Они хотят способ, ну, как бы они хотят тот же самый способ, но чтобы были деньги. А вот чтобы были деньги и чтобы все получалось, чтобы дизайнерам нравится, есть другой способ, но он им почему-то не нравится. Для этого книжку надо читать. Надо читать, да, надо читать, надо стараться. Да, надо читать. Сколько страниц? 500? 528. 528 страниц нужно прочитать для этого. Да, поэтому у нас возникла идея сделать из книги энциклопедию. Что такое энциклопедия вообще? Это вот мой конек, мы сейчас там еще следующие будем делать такие же примерно. Как общаться там клиент с дизайнером, дизайнером с клиентом и так далее. Значит, энциклопедия – это когда ты смотришь на проблему, то есть у тебя есть проблема, ситуация, как бы у тебя описана она в целом, как она происходит в жизни, и ты с разных сторон ее рассматриваешь. Ну, то есть это вот как бы мой такой подход. И тут описано, собственно, как сделать так, чтобы себя не обманули на стройке, если ты дизайнер, либо ты клиент, и поставщикам наоборот. Как заработать, да, как продать свои услуги так, чтобы тебя слушали, смотрели, и ты победил конкурентов. То есть, как бы вот такая вот трехсторонняя история. Вот, поэтому оно как бы и сделано, да, здесь, что там поставщик, клиент и дизайнер. Вот они как бы все вместе сидят и придумывают, как правильно сделать проект для всех. А сколько стоило? Стоило около миллиона. То есть, вся эта история, то есть создание книги, и на самом деле написать-то мало. Вообще написать достаточно сложно, можно тоже сказать. У меня системный ум, ну, такой достаточно, да, и мне хотелось ими методику описать. Не просто повествование, да, вот мне не очень нравится, когда книга, там куча примеров, типа, и что ты, ну, как бы, и что ты читаешь. А хотелось сделать именно методику, что ты открываешь, там 5, и там написано у тебя, чтобы заработать денег, надо действовать вот так. То есть, мне хотелось именно методично это описать. У меня это получало ЕЦА на курсах, и я хотел то же самое в книге сделать. Вот, и почему стоило дорого? Потому что объем большой, это как бы я даже свое время не считаю. Потому что там есть иллюстрация, есть там бумага, я хотел их выпустить, ну, в подарочном издании, в качественном. Да, но подожди, еще же были люди, ты же не сам его написал, еще были редакторы, корректоры. Да. Вот это все тоже туда же входит? Да, да. То есть, на круг около миллиона эта вся история стоит. Вот. И, конечно, благодарность большая, тут у нас вот есть участники, да, у нас вот Ледников поддержали, еще другие компании, партнеры, да. Как раз те, кто решил прочитать, осилить 528. Не только осилить, они, да, там указано, то есть, я для них сделал упаковку, ну, рассказал, как правильно позиционироваться, и ставлю другим дизайнерам и другим компаниям в пример, и они здесь же тоже участвуют. То есть, это прикольно, да, соответственно, они помогли в том числе. Тираж 2000 экземпляров вот на данный момент, вот сейчас он закончится, будем переиздавать, будет у нас вторая версия. Но это будет вторая версия или это уже будет новая энциклопедия на другую тему? Нет, это будет, это будет именно точно такая же, там, ну, может поменяется немножко партнер, да, либо еще какие-то вещи могут добавиться там, ну, немножко. В принципе, как бы ошибок там особо нет, ну, то есть, никто мне не присылал, хотя наверняка они там есть, так что, если вы читаете, если нашли там что-то неправильное, несправедливое либо ошибки, присылайте. Слезаешь. А, улетела, да? Улетела наша, да. Авторская методика установки камеры, трех камер, она несколько улетает. Ну, в общем, не такая простая тема, но интересная, вот. И сложно, но, скажем так, писать надо, когда не можешь, скажем так, не писать. Вот это в моем случае, когда у тебя изнутри есть методика, которую ты там не украл где-то, да, не подсмотрел, не подслушал, сейчас же все мыстаки сходили, почитали, типа, вот я 20 лет работал и вот понял, да. Ну, как же ты понял, что это 10 лет назад другие люди рассказывали. Другие люди уже. Да, да, да. Нет, вот, как бы, то есть, когда у тебя есть какая-то авторская история, ну, как бы, ты можешь ее нормально рассказывать. И как, кстати, у каждого дизайнера есть своя тема, то есть, самое главное, не красть что-то чужое, сделай что-то свое нормальное, и твои клиенты, там, твои заказчики потянутся. То есть, у кого-то есть, там, тема с, ну, у каждого есть своя тема. Вот, у кого-то яркий, там, интерьер, у кого-то интерьер там. Специалистический, по возрасту, по типу. Как угодно. Прекрасно. Вот, и когда ты делаешь свое, как бы, вот у тебя складывается то, что ты транслируешь, да, именно твое, и оно получается органично, очень качественно, и тебе, как бы, ты очень гордишься этим продуктом. Когда ты украл, ты же сам понимаешь, что ты тоже украл. То есть, себя ты не обманешь. Так, хорошо, что еще? А, коллеги, друзья, у нас, ну, немножко слез с эфира со Станиславом, но, тем не менее, если у вас есть вопрос, пожалуйста, пишите, пишите, мы будем рады ответить на них с удовольствием. Окей. А, смотри. Так, а у нас уехал, ничего? Ну. Женечка, можешь? Что такое? Не снять? Ну, нет, сейчас мы что-нибудь, пока я тебе задам следующий вопрос, буду пытаться настроить нашу камеру, а ты продолжай отвечать. Потому что следующий вопрос у меня по поводу команды. Давай. А насколько ты все-таки одиночка или… Так, теперь ты оттуда уехал. Ух уж эти прямые эфиры. Все, все приехали. Насколько ты одиночка или не одиночка, и как твоя команда, которая все-таки работает с тобой, это в том числе твои архитекторы, это в том числе ребята на удаленке, я не знаю, там редактор книги, кто-то еще, администраторы, которые трубку берут. Это все-таки люди. И вот насколько людям комфортно или, может быть, некомфортно работать в студии Станислава Орехова, а не в студии там Coca-Cola, Ромашка и так далее. Потому что они понимают, что все равно они работают на тебя и на твое имя. Вот были какие-то случаи, может быть, с кем-то расставались, может быть, с кем-то не находили общий язык. Кто-то хотел больше пиара, а приходилось все равно на твое имя работать. Раз уж мы про личный бренд говорим, давай про эгоизм поговорим. Давай. Ну смотри, у меня, у нас такая тема, что мы указываем всех авторов. То есть у нас в книге, да, все, кто участвовал, в конце тут написано и не только в конце. То есть все благодарности, все есть. У нас в каждом проекте, который мы делаем, я не сам его делаю, там именно всегда участвует команда, если посмотреть. Ну я считаю это правильно, ну как в авторов фильма, да, то есть там все указываются, так же и здесь, да. И я всегда говорю, что, ну то есть для меня счастье сейчас какое? Создать некую систему, по которой другие люди смогут создавать что-то качественное. То есть мне сейчас интереснее не самому создавать, а чтобы другие ребята могли это делать. То есть наоборот, как бы я пиарю стараюсь и выпускников наших, потому что это как бы, это же моя система работает, если у них все работает. И наших там архитекторов, дизайнеров, то есть я всегда представляю клиентам, да, я наоборот хочу, чтобы наладилась какая-то связь, чтобы условно меня не трогали, там особенно, да, а работа шла. Вот, при этом у нас у каждого свои функции есть, у нас есть разделение, то есть есть арт-директор, есть ведущий дизайнер, есть просто дизайнер, то есть есть люди, как каждый занимается своим делом. Но в итоге качественная работа, она возможна в команде. А ты каким делом занимаешься? Ну, на разным проектам по-разному. То есть я выступаю в качестве арт-директора, да, ну почти везде во всех проектах, там я смотрю, собственно, что было качество. Какие-то проекты я веду сам, то есть в качестве даже менеджера веду, если премиум сегмент мы ведем, да. То есть у нас есть позиции менеджера даже, когда моя задача общаться согласовывать с клиентом. Премиум сегмент они любят вот, где мы хотим общаться только с одним человеком. С человеком бренда. Да, да, да. Ага, вот кстати. Ну они за это платят. Вот скажи мне, вот премиум клиенты, им важно, что вот они смотрят студии Станислава Ореховой, а не подайте мне только Станислава Ореховой? Ну нет, у них такого нет. Ну то есть, допустим, я делаю, они вообще не знают там, что происходит внутри, они знают, что они общаются со мной, допустим, я им сдаю работу. Я как и дизайнер и менеджер, я могу взять работу любого нашего дизайнера, который сделан также по нашей технологии, и защитить ее, сдать, рассказать. Я могу компетентно принять у них комментарии, компетентно ответить. То есть они видят, что я компетентный специалист. Соответственно им все равно, что происходит, им в принципе вообще не важно. Да, вот мы вот работаем с некоторыми такими клиентами. Некоторые клиенты со мной не общаются, потому что они общаются с ведущими дизайнерами, соответственно, ну как бы тоже прикольно. То есть какие-то я веду, какие-то нет. Ну это так и должно быть. Зачем вообще команда? Ну то есть, если ты делаешь премиум-сегмент или какие-то большие объекты, мы там делали, ну то есть крупные компании, аэрофлот там, банк, Москва, Сити, то есть там невозможно в одиночку. И если у тебя команды нет, ты просто не вытянешь проект. Поэтому очень важно, конечно, в команде все это делать. То есть у тебя, только у тебя есть команда сильная, только у тебя есть система, у тебя добавляется возможность работать с премиумом, работать с крупными проектами, на которые ты бы просто не попал. То есть это как бы, если ты хочешь свой дизайн, свою идею, свою миссию распространять на большее количество, тебе так или иначе нужно будет расширяться. И вот убирать этот свой эгоинизм и давать людям развивать себя. То есть это очень важно. Да. И вот ты спрашивал, да, там типа не обидно, наоборот нет, потому что благодаря тому, что у нас там сильная система, как бы люди наоборот хотят работать с этой системой, хотят в этой системе расти. То есть по сути, кроме того, что люди работают, выполняют какую-то работу конкретную, они еще и выполняют свои личные функции. То есть они хотят, допустим, там развиваться и с дизайнером, стать ведущим дизайнером и так далее. Может сотрудник прийти к тебе из студии и сказать, «Станислав, вот у меня есть идея, я хочу развивать направление в вашей студии дизайна комодов в китайском стиле». Ты дашь ему такую возможность? Да, да, конечно. Если он как-то все это системно выстроит… Ну это сложно. Ты скажешь так, друг, в студии Станислава Орехова и что-то мне тут какие-то комоды… Нет, то, что ты называешь, это когда человек приходит, и на самом деле он приходит с мышлением предпринимательным, то, что ты сейчас сказала. Да, с такой инициативой. Вот, с такой инициативой, ну, скорее всего, если у него это все есть и он умеет, скорее всего, он свою студию сделает. То есть скорее всего он… Боится? Да, боится. Без денег. Все верно, да. То есть я с ним, у меня будет диалог такой, типа, окей, все круто, здорово, то есть ты, получается, еще и поучишься у нас. То есть я тебе… Каково мое влияние здесь будет? Он говорит, мне нужна там, не знаю, поддержка, в чем-то, какие-то вещи там, я не знаю, там ваш ресурс административный, либо еще какой-то, значит, аудитория и так далее. Я говорю, окей, мы договариваемся на каких-то партнерских отношениях, это нормально. Он выполняет свою часть партнерских отношений, я свою. Все, если мы запускаемся, то отлично. То есть любой предприниматель мечтает о таком сотруднике, который так сделает. Но такие единицы, то есть редко такое будет. Чаще всего ты берешь, то есть чаще всего ты вынужден создавать систему, и к тебе приходят, ну, как бы люди уже в систему. И дальше они, видя эту систему, кто-то остается на своей должности, говорит, я вот, спасибо, я буду менеджером всю жизнь, как бы мне окей. А кто хочет быть продвинутым менеджером, у него там есть линейка, что ему надо выучить дополнительно, сделать копирайтинг, научиться там видео записывать, научиться управлять другими людьми, научиться искать других людей на фриланс-биржах по таким-то параметрам. И как только он собирает пазл из навыков, он уже может претендовать там на больше в два раза и оплату, и участвовать в делении прибыли. Он может там телефон взять, начать там обзванивать клиентов и так далее. То есть работы много. Вопрос в том, что каждый человек должен взять на себя ответственность за ее выполнение и показать результат. Вот, и все. Это мало кто умеет. Да. И вот я тут просто всегда, когда у меня есть какая-то проблема из-за тык, я вспоминаю, Стас говорит, что это всегда навык. Навык. Делай, прописывай, делай, тренируйся. Вопрос. Ты патентовал свое название студии или имя Станислав Орехов? Как-то защищал авторские права? Нет. Ты еще не защитишь. Ну, я не знаю, Станислав Орехов копирайт. Потому что сейчас я пойду. Ну, есть еще другой Станислав Орехов. Да, назовусь. У меня есть два однофамильца. Пожалуйста. Они могут создать дизайн-студию. Ты не боишься этого? Пожалуйста. Или ты уже считаешь, что личный бренд у тебя уже настолько силен? Ну, они же не сделают пластическую операцию под меня и выступать не научатся. А если научатся, то замечательно. Я постараюсь взять их в партнеры. Я сам буду сидеть и ничего не делать, а они пусть за меня рассказывают. Как этот ласковый май. Да, да, да. Смысла на самом деле нет. В чем еще затыка заключается из опыта? То, что можно написать книгу любую. У меня книга-методика. То есть, ты бери ее и не дай. Тут все описано. Вообще все. Такую же книгу можно сделать по методике по созданию студии. Вопрос не в том, что что-то где-то написано, а в том, что очень сложно самому себе, человеку, что-то сделать, основываясь на какой-то методике. Почему? Точно так же, как строительство. Вот ты можешь посмотреть весь ютуб, все ютуб-каналы, все передачи, перечитать все книги, но ты сам себе дом не построишь. Не получится это сделать, потому что одно дело у тебя информация здесь, а другое дело практика применения. Да. И вот самое сложное, самое важное, это именно обратная связь при практике применения. Поэтому абсолютно не страшны никакие ни конкуренты, ни еще какие-то однофамильцы. И подделки, и фейки. Абсолютно бесполезно. Да. Потому что ключ не в знаниях, а в интеграции знания клиенту. То есть именно в процессе передачи. Да. То есть цена не книга, цена как информация там заложенная придет к тебе на, ну как бы в работу. Приведу простой пример. Вот допустим, там есть, например, карточка компании. То есть есть такая тема, типа описание себя, или там для дизайнеров это будет поиск уникальности. Ты можешь уникальности искать свой полгода и не найдешь. А можешь за полтора часа с экспертом, по чек-листу эксперт уже видит, и он тебя считает. Соответственно, ты можешь биться, долбиться, условно, бесплатно, делая за полгода и не получится. А можешь за полтора часа там за 15 тысяч получить результат, с которым ты уже завтра сделаешь свой продукт и с которым завтра стартанешь. Вот выигрывают люди, как раз таки, которые понимают, что если я хочу действовать по технологии, недостаточно ее взять и по ней применять. Важно по ней прокатиться именно с экспертом. Вот я стараюсь всегда так делать. То есть когда мне что-то нужно, я всегда созваниваюсь. Научите, пожалуйста, меня сделать рекламу в Фейсбуке. Как ты настраиваешь? Покажи мне. Мне человек просто за час показывает и все, мне все понятно. Я дальше начинаю сам уже что-то делать, разбираюсь. Ну и так далее. Научи меня, как текст писать нормально, как структуру создать. Я даже когда курс создавал первый по дизайну, я брал консультацию, для меня это было очень дорого. То есть я заплатил 30 тысяч за часовую консультацию, чтобы узнать, правильно ли я… Это еще в те далекие годы? А ты можешь сказать, у кого ты везешь? Да. А ты человек еще сейчас есть на рынке? Или ты уже как ученик перерос у учителя? Нет, не перерос. Я же говорю, я ходил и общался всегда, старался с максимальным количеством людей. И по возможности я всегда брал разные консультации, по разным вопросам. Соответственно, я считаю нормальным, если тебе что-то нужно узнать, как бы уточнить у человека, который это уже умеет. Как интересно, кто учитель Станислава Орехова? Не учитель, а консультант Станислава Орехова. Ну, тогда я платил Андрею по-белому. А, я подумала по дизайну. Нет. А, ну здесь вопросов нет. Сейчас у него, знаешь, кто? Лилия Нилова. Учится, между прочим, считается сейчас на рынке самый уникальный маркетолог. Правда? Вот, вот не знаю. Нет, Андрей большой, молодец. Он очень, как бы, ну, шарит. Шарит именно со стороны, может посмотреть. И, ну, в чем у меня была задача? У меня была задача сделать материал. Я личную консультацию брал, очень интересно. Да, да, конечно. Так нет, я не только у него брал, там много было разных ребят по разной технологии, да, у которых, ну, собственно, я покупал. На самом деле, ты просто покупаешь консультацию и ты экономишь, там, годы жизни. Потому что я делал материал, который, ну там, полгода я буду людей учить. И мне важно было со стороны посмотреть. Когда я делал квартиру, например, себе, я заказывал консультацию, то есть я уже сам, как бы, умел делать планировку и я уже заказывал консультацию архитектора. То есть я заплатил двум архитекторам, которые посмотрели мою планировку, я не знаю, по-моему, тысяч 15, что ли. Ну, как бы, нормально такие деньги были. Вот. Потому что я собирался вложить там в квартиру миллион и, ну, вот, я, короче, не понимал. То есть я вроде нормально сделал, но я хотел со стороны посмотреть. И тоже помогло. То есть каждый раз, пусть-то я там не все перестроил, но какие-то моменты, которые я сам бы не увидел. Вот. Вот это очень важно, вот эта вот смелость, ну, не бояться, собственно, попросить обратную связь. До сих пор мы так делаем. Например, если я делаю сайт, то есть я в сайтах, например, не разбираюсь в графическом дизайне. Я нахожу себе арт-директора в качестве, ну, консультанта по графическому дизайну, плачу ему денег сколько надо, и он просто смотрит со стороны. Я сам оказываю такие же тоже консультационные услуги. То есть у меня есть стратегическая сессия, то есть человек ко мне приходит, я просто смотрю на его ситуацию уже со своего опыта, ну, большого достаточно, то есть десятилетнего, да, допустим, в этой теме. И я сразу говорю, как тебе надо сделать и по дизайну, и по там структуре студии, ну, и по всему. Вот, в принципе, примерно так получается. Это нормальная вообще, прикольная тема. Скажи, можно ли как-то посчитать даже не эффективность, не монетизацию, а как-то оценить личный бренд? Вот насколько мой личный бренд хорош, а может быть не хорош? Есть у меня личный бренд или нет у меня личный? Отлично. Здесь мне нравится еще один мой, как можно сказать, учитель, ну, не учитель на самом деле, парень тоже молодой, еще прикольный, мы с ним недавно познакомились. Андрей Зенин, привет, если смотришь. Значит, он продает какую-то неведомую, условно, неведомую хрень, инвестиции и, значит, поиск, продажи бизнеса и поиск инвестиций. Ну, то есть, вот звучит, как ты подумала сейчас. Да-да-да, это непонятно. Что-то про деньги. Да, что-то про деньги и по умножению капитала. Но, тем не менее, очень-очень толковый специалист, мы с ним полтора года где-то назад общались, он очень мне тоже помог в плане консультации, в том числе по продаже материалов, по книге, еще большой специалист, который рекомендую. И он говорит так, что личный бренд, опять же, мне очень понравилось его определение, он сказал следующее, что личный бренд – это сколько ты можешь продать. Вот ты сейчас вот пишешь, запишешь stories или там пришлешь смс-очку или что-то с каким-то предложением. Вот насколько у тебя купят прямо сейчас, вот такой твой личный бренд. А все остальное ты можешь измерять как угодно. Количество охватов, количество подписчиков, количество чего-то. Говорит, нет, давайте вот я сделаю пост, и ты сделаешь пост. И кто больше продаст, того личный бренд больше. Ну, вот, как бы мне такая тема интересна. Сколько стоит твой личный бренд? Ну, я не знаю, как. Ты еще не пробовал продавать? Нет, но я пробовал. Сколько стоила твоя самая дорогая консультация? Часовая? Час своего времени? Нет, у меня час, в принципе, трофицированная история. То есть, за час от 15 до 30 тысяч можно. То есть, 15 тысяч это общее. Нет, это понятно. Это в зависимости от... А вот самая дорогая, ты можешь вспомнить? Ну, у меня есть формат коучинга. 360 тысяч мне стоит 3 месяца, я с человеком занимаюсь. До какого-то результата. То есть, смотри, с одной консультацией ты ничего не сделаешь. Да, это да. Одна консультация – это, как бы, ну, просто понять, что у тебя не так и дать тебе решение. И спрос какие-то. Да. Ну, как бы, как мы с вами обсудили, абсолютно без разницы, какое-то твое будет решение, если ты его делать не будешь. То есть, ключ к успеху – это дело еженедельное. Каждый день ты должен что-то делать. Вот. Если ты хочешь прийти, там, к результату, не знаю, создания студии, ты можешь ее 3 года делать, а можешь 3 месяца. Ну, да, 3 года бесплатно условно, либо там дешево, либо по книге, либо по бесплатным урокам. Либо за 3 месяца ты уже сделаешь и будешь деньги зарабатывать. Ну, вот примерно такая тема. Я сам, кстати, тоже в коучинге был. Очень хорошая история. Потому что, ну, ты, как бы, мобилизуешься, ты понимаешь… Ну, не один раз я был, у меня были тоже, как бы, консультанты очень интересные. В том числе по, ну, может, где-то по психологии, можно так сказать, коучинг. Ну, понятно. По коучингу, короче, такая тема. Вот. И там такая очень интересная тема, что тебе просто вопросы задают, и ты на них отвечаешь. И потом ты ставишь сам себе цели задания, и, собственно, очень интересно ты делаешь каждую неделю. То есть сам бы ты не делал, потому что ты сам себе не можешь такие вопросы задать. Это классно. Да, я для этого тоже себе взяла коучинг. И сейчас тоже как раз я с коучинг перестала заниматься, но я понимаю, что в каких-то моментах, да, вот именно когда ты сам себе ставишь задачи, но тебя кто-то мотивирует до них дойти, это, в принципе, неплохая история. И иногда можно потратить на это деньги. Так, задают вопрос. У меня тут несколько вопросов к тебе осталось, потому что у нас всего десять. Нет, хотя я не помню, во сколько мы начали. У нас какой-то, поскольку экспресс-эфир, я не засекла время. Значит, вопрос задают по книге. Два дня назад заказала книгу «Когда ожидать в Беларусь?» Скажи, пожалуйста. В Беларусь не знаю. Вам надо там по телефону… Книги отправлены, если два дня назад заказала? Я не знаю. То есть вам надо по телефону связаться, там с менеджером он скажет. Мы отправляем один раз в неделю курьерской доставкой. Вот. В принципе, раз в неделю отправляется. Ну, в принципе, не так долго. Ну да, да. Скоро будет книга. Еще будут книги новые? Новые? Что значит новые? Да, будут. Достаточно долго это все делается. То есть, чтобы круто сделать, надо систему и структуру разработать, а потом написать. Вот это прямо очень трудоемко и тяжело. Но да, будут. Я буду именно методики описывать. Планирую методику по написанию текстов. Немножко так по копирайтингу, по вытаскиванию смыслов, по тому. То есть, у меня сейчас вот идея такая, ну, следующая, которая позволяет, если ты дизайнер, допустим, как смыслы вытащить и как их описать там в социальных сетях. Ну, чтобы они работали там на себя. И как это сделать не самому, а с помощью нанятых копирайтеров, которым ты сам ставишь задачу. Чтобы не они вытаскивали из себя смыслы, но что они это не умеют тоже делать. Чтобы ты заранее смыслы вытащила и они просто оформят. Ну, вот такая вот как бы затея. Вот. По дизайну, конечно, много наработок. То есть, хочется тоже это все дело оформить. Обязательно сделаем. Почему? По студии, не знаю, такая нишевая достаточно история. И, на самом деле, может быть бесполезно. Потому что, как бы, ну, почитаешь, ты ничего особо не поймешь. Вот. Ну, тоже сделаем. То есть, я все свои методики, которые я придумал, опробовал и сделал, в любом случае, они у меня зафиксированы там и на YouTube-канале, да, они есть. И мы их в любом случае сделаем в описании. Угу. Так. Спрашивают еще раз, как называется книга. Книга называется «Энциклопедия дизайна и комплектации». Автор Станислав Орехов. Для того, чтобы ее заказать прямо сейчас, вы можете кинуть, в зависимости от того, где вы нас сейчас смотрите, вы можете кинуть в личное сообщение в директ ссылку, ну, просто любое сообщение, там, я хочу книгу Станислава, пришлите дополнительную информацию и вам в обраточку пришлем ссылочку на приобретение книги. Окей. Так, Стас, какой у меня был еще к тебе вопрос? Плюс, а, команда твоя по работе над личным брендом. Кто должны быть эти люди и должны ли быть они? Потому что все, что я сейчас слышу от тебя, когда ты сам пытаешься во всем разобраться, это действительно, ну вот, что для меня очень ценно в тебе, я периодически, да, даже сегодня просто проезжая мимо по своим делам, я сразу, скажу, Стас, давай встретимся и, пожалуйста, запишем какую-то очередную ценность, полезную для наших гостей, как минимум, я заряжусь от тебя мотивацией. Так вот, что ты говоришь, я, значит, сам разобрался, понял принцип, понял, работает, не работает и там запустил. Я, на самом деле, такая же, я там трачу деньги, например, чтобы советовать дизайнерам идти на эту выставку или нет, я сначала сама на ней постою, прикинусь, да, как бы дизайнером, соберу обратную связь, пойму, есть ли там аудитория, сколько денег, я уже на это все потратила, да. Вот ты стараешься делать то же самое. Но, тем не менее, одному и книги писать, и студию, и учить, и выступать, и консультации давать достаточно проблематично. Какие люди должны тебе помогать в этом? Ну, если продвижение личного бренда, да? Вообще, да, вот в создании кто это? Не, ну вообще, смотри, вот… Видеооператор. Я понял вопрос. Не знаю. Каждая тема, то, что ты назвала, там, написание книги, студия дизайна, обучение, продвижение, личный бренд и все остальное, это каждая тему нужно рассматривать, как независимую историю. Одинственный проект. Соответственно, зная вот эту тему, зная систематизацию, ты можешь параллельно запускать несколько бизнесов, просто ставя людей. Ну, разных. Вот. Что нужно сделать? Ну, вот это вот вопрос, для чего нужно учиться систематизации. Зная, как организовывать процесс, ты можешь настроить, это взять, условно, менеджера, объяснить ему, что ему нужно делать, взять специалиста, там, по книге, там, тот, кто будет писать и кто будет проверять, там, кто будет выдавать инфу. Если взять по личному бренду, ну, вообще идеально, да, вот, совсем идеально, если есть человек, компания, агентство, которое может взять на себя полностью все. В принципе, да. Да, вот Света – это такой специалист, да, потому что если… Ну, там не все мы можем. Не все, но в плане, допустим, продвижения, печати, значит, выступлений, публикаций, то есть, ты можешь взять эту тему на себя, вытащить уникальность, упаковать специалиста, сделать так, чтобы он выступил, собрать, там, аудиторию, то есть, у тебя есть набор вещей, и, ну, как бы, ты это сделаешь, и, как бы, и я знаю, что ты это сделаешь, и у тебя есть кейсов очень много, вот таких людей мало. А я это сделаю быстрее, чем ты сам? Абсолютно точно. Быстрее, чем я сам, и, более того, как бы, для меня это страдание. Вот, значит, когда ты организовываешь конференцию, для меня организация событий, конференций и всего остального, это прямо, ну, как бы, это не мое профильное история, то есть, моя профильное – это создать, там, не знаю, концепцию в книгу. Это мое. Собрать людей, сделать дизайн. А вот собирать людей, как бы, на конференцию – это договариваться со спикерами, вести переговоры и так далее, это твое. То есть, очень важно, ну, как бы, брать, ну, партнеров, да, либо брать себе, платить деньги, нанимать людей по непрофильным темам. То есть иногда легче заплатить, и это классно. Большая проблема, что многие больше триндят, чем делают. Вот это вот как бы бич нашего времени, да, то есть те, кто, как правило, выступают, значит, они либо выступают, да, либо работают. Да, очень редко бывает, когда два в одном. Вот здесь вот счастливое исключение, когда абсолютно точно про светлый, можно сказать. Слушай, ну а что, каких еще ты брал специалистов или кого ты... Вот я знаю, что, например, с тем же Максимом Ильяховым, и спасибо тебе большое, что ты и меня туда притащил, да, и на... Ты проходил там целый курс по копирайтингу, по написанию, и вот этот вот человек, кто еще, где ты еще учился, и с кем ты продолжаешь работать, как делегирование, там, например, как условно с нами, да, либо... Давай скажу. Да, либо что ты научился делать сам. Ну, да, вот Максим Ильяхов, то, что свет сказал, это... Это супер. Да, редактор, автор, у него там книгу пиши, сокращай, вот. У него как бы есть свои особенности, но на самом деле я продавать научился раньше, то есть есть старые книги по копирайтингу, где рассказывается, как интересно завернуть историю, чтобы эмоционально читали люди и покупали. И есть там современная тенденция, это инфостиль, так называемый, когда ты описываешь какие-то конкретные вещи, и люди сами должны сделать выводы и купить у тебя. Вот совмещение вот этих двух тем, оно как бы очень клево работает. То есть тебе нужно и ту методику знать, и ту, и совместить по-своему. То есть это первое. Второе, ну, как бы, копирайтингу рекомендую, я учился, да, то есть я беру любую тему и учусь. Значит, второй момент, это автоворонки, например, вот, есть тоже могу порекомендовать, замечательный специалист, это Артём Холодов, вот мы с ним работали, он сделал. Очень хочется, чтобы он выступил на конференции. Да, он будет на конференции, да, показывает, как работает. На самом деле, чтобы что-то сделать, тебе нужно смысл, то есть самое главное смысл вытащить. Вот, у нас, кстати, есть методика, да, по которой мы вытаскиваем смысл. Если кому-то интересно, тоже напишите, у нас есть ребята, кто у нас занимается на курсах, посоветуют, вот, Даша у нас занимается, Женина, вот, она тоже вытаскивает смысл, она как раз развивает сейчас эту услугу в удалённом формате, интервью там 2-3 часа, вытаскивает вот всё по технологии, ну, и даёт тебе, как бы, расшифровку тебя, ну, как сбор анализов, скажем так, с которым ты уже можешь что-то сделать. Диагноз такой в хорошем смысле, да. То есть правильно ты говоришь, что должны быть именно люди-специалисты, вот, для меня очень важно, чтобы ну, люди, короче, были, ну, самое для меня такое главное качество, что сказал, ну, сказал и сделай. То есть потому, что очень многие обещают, собираются, ну, знаешь, как-то собрались, обсудили, разошлись. Разобрались. Да, разобрались. И в итоге ничего не произошло. Вот. А мне очень ценно, что человек сказал и сделал. То есть я сам стараюсь всегда поступать. Либо, если я что-то не могу, я созвоню и скажу, слушай, я вот, ну, извини, короче, я не могу. То есть для меня это вообще, как бы, ну, немножко позорно, поэтому я стараюсь, если что-то обещал всегда сделать, вот, ну, не знаю, вот так вот меня воспитывали, так вот как бы... Это очень Да, сейчас вот такого мало. Вот сколько я не работаю там с фрилансерами, с разными людьми, я не говорю, что там плохие, хорошие, разные жизненные обстоятельства, но случается так, что человек берет на себя что-то и пропадает. И так происходит там в 20 случаях, один только нормальный оказывается. Поэтому если есть кто-то нормальный, кто-то хороший, надо держаться за него и самому быть таким, да, если таких искать. Мне кажется, такие люди притягиваются. Давай вот задают вопрос про зарубежные рынки. Мы вначале тихонечко так, ой, ну США, США, да, и вот наконец-то сейчас до нашего прямого эфира как раз ты рассказал. Ну, у тебя уже есть, в принципе, опыт работы с зарубежными рынками, как 3D-визуализатора и как автора концепций, и даже есть такое выступление где-то, если на YouTube покопаться, по-моему, да, он где-то... Да, да, были. Мы дизайны делаем, да? Да, вот, расскажи, пожалуйста, сейчас у нас вообще ситуация, когда с одной стороны все границы закрыты, да, официально, а с другой стороны границ нет, потому что все ушло в онлайн и открылись новые возможности. У тебя этот опыт уже есть, и сейчас как раз вот прям вот-вот новый проект в США, классный, интересный, и дай бог, чтобы с ним все хорошо закончилось. Расскажи про развитие личного бренда Станислава Орехова за пределами нашей прекрасной страны. Вот такой прям вопрос. Да, но мы про личный бренд, значит, давай рассказывай, как ты там, там, как тебя знают. Ну, слушай, я точно не знаю там, да, как там нашли и так далее, то есть, ну, факты таковы, у меня не заказывают англоговорящие, ну, очень редко, то есть, пару проектов было. Ну, 3D, подожди, 3D курсы именно заказывают же очень много? Нет, курсы, да, курсы заказывают, а вопрос, ну, дизайн, да, если мы говорим про дизайн, то есть, по дизайну англоговорящие, по-моему, один или два у нас только проекта заказывали, вот я все так помню. В основном, это, конечно, наши, ну, соотечественники, иммигранты, которые живут за рубежом, и они по какой-то причине хотят заказать именно у нас. Ну, и все, они также заходят в интернет, ищут, ну, собственно, так же, как и русскоговорящие специалисты, ну, примерно так, но вот у нас сейчас… Ну, особенность работы, вот ты говоришь, у вас сейчас, да, проект, расскажи о нем вообще, как происходит именно технология работы с зарубежным рынком, какая-то связь, как там человек, который знает эти все ГОСТы, СНИПы, перепланировки и так далее. Если ты находишься физически здесь, и когда я, кстати, да, сегодня приехала, говорю, о, Стас, ну что, поедешь на авторский надзор, ты говоришь, не-не-не, я не поеду, буду все удален, вот как это делать? Ну, делать по технологии, то есть, во-первых, сначала ты с человеком общаешься, ну, перед тем, как начать, очень хорошо, когда тебе человек задает, клиент задает правильный вопрос и слушает тебя, то есть, ты говоришь вообще, как может быть, ты ничего не навязываешь, ну, в моем случае, я просто рассказываю, как выгодно делать, как можно, и мы вместе придумываем решение, да, что, допустим, придумать интересные идеи, мы это все нарисуем, потом мы купим здесь, в России, у него налажена связь через контейнеры, они возят, собственно, там, в общем, грузы, да, то есть, логистическая у них история, то есть, они могут тут загрузить, там разгрузить и там уже на месте все собрать. Ну, то есть, вот мы приняли решение, что, ну, какие-то вещи будут отсюда экономически выгоднее, а что-то будет выгодно там в США, например, купить. А там вы что делаете, дизайн комплексный или декорирование, какая задача? Мы декорирование вообще не делаем, то есть, это не наш профиль, мы не занимаемся декорированием никогда, у нас только в основном идет концепция плюс реализация, ну, самого дизайна, ну, дизайн проекта, то есть, уже там мелочи, ну, как бы, очень редко мы делаем, вот, поэтому наша тема – это вся встроенная мебель, это, ну, как бы, все чертежи, электрика, там, инженерные системы, да, вот это все, вот, и наша задача – это все сделать, нарисовать и как бы отдать. А нормы? Нормы, да, хорошая тема, там обязательно должны на местности работать местный архитектор, то есть, вообще, за рубежом, всегда-всегда, то есть, у нас, по-моему, только так, хотя нет, у нас тоже, короче, у нас такого законодательного нету, а в основном везде в Европе, там, в США есть… Да, 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 там есть именно комитеты, да, которые, короче, ты не можешь построить дом без местного архитектора, то есть, в каждом доме, там, ну, в каждой зоне есть свой архитектор, и ты должен заказать именно у него, ты должен прям обязательно к нему прийти и заплатить денег, вот, соответственно, ты это делаешь, ну, как клиент, а уже, ну, он там делает что-то формально, вот, он тебе не сделает, он тебя не будет слушать там детально, у него, как бы, таких, как ты, там, еще 20 штук, вот, а если ты хочешь что-то для себя уже лично, либо там, сэкономить, либо заработать, ну, наоборот, что-то интересное сделать какие-то решения да то тебе нужно обращаться уже профессионалам которые на этом специализируются мы специализируемся на интересных решениях которые стоят недорого то есть мы умеем так делать весь интерьер то что вот здесь вы видите сзади он сделал таким способом то есть это недорого но это очень прикольно то всем нравится вот соответственно обращаешься к профессионалу и платишь за это вполне вменяемые деньги то есть там нормально да получается по самим там стоимостью дома и получаешь результат который ты можешь пощупать виде альбома и тогда классно какие планы у развития в каком городе это около вашингтона то есть центр планы у бренда станислава орехова какие сейчас по развитию планы по развитию ну чего развивать все что тут все что начал направление меня много аудитории у меня достаточно много ну создавать материал то есть я у меня ключевая история в создании материала на систематизации как только я сделаю системы и научусь по системам короче меня задача какая задача чтобы вся эта история работала чтобы как можно было больше менеджеров да и партнеров управленцев которые могут по этим системам работать вот соответственно тогда идей-то у меня много вопрос чтобы люди могли по ним работать соответственно как бы я думаю что будет некая модель стартапов то есть когда я буду инвестором из меня есть допустим сколько-то там денег миллион вот я знаю как миллион освоить ну то есть вот допустим книга это инвестиции миллион то есть мы с этой книги ну просто можно посчитать книга стоит 3000 тираж сколько там получается 2000 да то это уже 6 миллионов при вложении миллион и эти миллионы еще купились за счет партнеров то есть по сути как бы вот такая экономика да это как бы вот такие бизнес-проекты это интересно потому что все говорят на книге не заработать и не заработать можно и вот те факты сейчас я когда распродам у меня будет уже конкретные цифры и дальше что я могу делать я могу помогать другим людям писать книги говорить что ты типа вкладываешь там например 300 тысяч или не вкладываешь ничего то есть мы зато туда рекламу например разместим вот и мы еще продадим тебе ну за тебя мы настроим рекламу трафик да у нас уже есть опыт продаж то есть такие всякие схемы я их могу сходу придумывать в любой теме вот соответственно обладая такими навыками возникает вопрос где взять команду то есть моя задача чтобы как можно больше людей ознакомились технологии по которой я это делаю я же делаю как бы не сам как бы у меня идея и чужими руками это делается эта история вот и это интересно потому что мы можем запустить там 5 таких проектов одновременно и соответственно умножить а скажи если вероятность того что в какой-то момент Станислав Орехов устанет от дизайна и пойдет заниматься каким-то другим бизнесом не связанным с дизайном интерьером не знаю все может быть но пока усталости такой нет мне интересно ну то есть мне интересно я люблю красоту вокруг я люблю вот это вот все что касается взаимоотношений ну то есть какая разница где чем заниматься просто я в этой области разбираюсь она мне интуитивно приятно а деньги можно зарабатывать в любом любым способом в любой теме и никаких причин там чем-то заниматься особенно нет то есть ты мог тебя нет границы то есть ты можешь дизайне что угодно делать то есть ты же можешь выходить потом на девелопера построить в партнерстве у нас сейчас вот ребята занимаются ну коучинге которые как раз таки строят дома там за 50 миллионов и более вкладывают еще 30 и продают за 120 ну то есть примерно такие вот как бы суммы и этим тоже можно заниматься и делают это не сами с помощью инвесторов то есть условно есть коровка да ты ищешь инвесторов которые вкладывают деньги и у тебя получается у инвесторов тоже выгодно потому что там 20 процентов ну сколько там какие-то суммы хорошие да лучше чем ты в банк отнесешь из гарантии под недвижимость ну примерно так то есть тут неограниченная история а за счет за счет чего они зарабатывают за счет того что у них есть технологии в том числе по дизайну то есть там по дизайну они учатся они умеют сделать дизайнерские решения такие, которые принесут деньги. То есть дизайнерские решения приносят деньги. Вот такая философия. У меня такой тоже опыт есть. Я делал квартиру с дизайнерским ремонтом. И продавал, да? Да, потому что все говорят, что нет, типа ты вот сделаешь, а потом это все уйдет, ты не продашь. На самом деле, это не так. Если ты делаешь нормально, если ты знаешь, где сэкономить и как сделать хорошо, и потом привлечь клиентов, которые именно это купят дороже по рынку, потому что им это именно и нужно, то у тебя получится выгодно. Но у меня так лично получилось. Мы продавали квартиру и офис, который делали как бы дороже, чем вложили. Ну, примерно так. Слушайте, ну вот так вот пролетел наш час. Обратный отчет уже включился. Полторы минуты у нас осталось. Давай в завершении. В завершении. Очень крутой курс по визуализации пишут гости. Спасибо. Друзья, большое спасибо. Станислав, давай в завершении дай какие-то советы тем, кто только начинает сейчас думать над тем, что да, пришло время развивать свой личный бренд. Сегодня мы поговорили конкретно про инструменты и вот давай резюмирую всю эту историю. Ну, если развитие личного бренда, если пришло в голову, то это технология. Нужно действовать по технологии. Технология – это ответить на несколько вопросов. Что такое личный бренд? Это в первую очередь ценности. То есть вытащить свои ценности и как ты можешь это продемонстрировать. То есть какие у тебя ценности. А дальше обращаемся в агентство, обращаемся к специалистам, которые, по-моему… Берем чек-лист инструмента. Конечно. И начинаем работать. У тебя же есть чек-лист какой-то. Обязательно. Вот у Светы можно будет по запросу скачать чек-лист. На твоем примере. Чек-лист. Вот, отлично. Станислав Олегов. Два в одном. Пишите в личку. Книгу еще не добавила туда. Но книга как бы к нам не имеет отношения, но в качестве примера вот мы показываем. На самом деле за полминуты это все не рассказать. Но есть технология, которой надо следовать примерно пару месяцев, например, развивать, а потом уже наращивать темп. Друзья, будьте брендами, развивайте свой бренд. Сейчас в кризис это очень-очень актуально, а в кризис самоизоляцию неважно. Потому что, как Станислав сказал, люди правильно работают не с компаниями, а с людьми. И только развивая себя, вы сможете увеличить свои продажи. Станислав Орехов сегодня с вами был. Светлана Котлакова. И Светлана Котлакова. Спасибо, было круто. Пока-пока, до новых встреч. Пока. Продолжение следует.